Мобилизация при синдроме Т4 Эта мобилизация подразумевает под собой работу с нижним шейным и верхним грудным отделами Очень часто симптоматика, которая может наблюдаться при синдроме Т4, это онемение в двух руках и головная боль Это онемение одной кисти, онемение отдельно пальцев И достаточно разнообразная может быть картина, по которой можно определить данный синдром В любом случае мобилизация именно шейно-грудного перехода является основной в тактике лечения Исходное положение, пациент сидит, мы встаем сбоку и захватываем весь шейный отдел Лоб упирается нам в плечо И я переношу вес тела с левой ноги на правую, создавая небольшую тракцию Вытягиваю на себя немного Таким образом получится фиксировать весь шейный отдел Далее беру такой специфический захват Указательный палец согнуть полностью и большой палец приставить к нему В центре между моими пальцами будет остистый отросток какого-либо сегмента Располагаю, например, на С7 Захват тракция Прошел мягкие ткани И создаю мобилизацию Толкаю Суставчики Примерно в направлении глаз Помним, что в шейном отделе фасеточные суставы располагаются под 45 градусов А в грудном под 60 градусов Поэтому не толкаем горизонтально, а толкаем слегка вверх И здесь вы можете пройти сразу несколько сегментов Встав сначала на С7 Затем на Т1 И затем ниже до Т4 Всегда контролируйте шейный отдел То есть удерживайте тракцию небольшую Что будет, если не будете удерживать тракцию? Будет типичная ошибка Будет вот такое действие То есть вы не мобилизируете нужный регион Вы просто запрокидываете голову в средней шейном отделе Вот и все Сколько нужно выполнить? Примерно 2-3 сета Либо по 2-3 минуты мобилизации Либо порядка 20-30 повторений За один раз